Всем привет! Это запись семинара номер 4 по прикладной статистике в машинном обучении, который проходил 29 сентября. Это был компьютерный семинар, на котором мы разбирали ЕМ-алгоритм, он же был и на соответствующей лекции. Я пробовал делать запись на самом семинаре, но она получилась не очень хорошего качества по звуку. Там в некоторые моменты из-за ветра не слышно слов. Поэтому я решил сделать новую, более качественную запись. Также я постарался учесть все вопросы, которые возникали на семинарах по поводу обозначений и вывода шагов ЕМ-алгоритма и сделал обновленную версию ноутбука, которую я выложу в качестве конспекта на Вики и на Гитхаб. Значит, что здесь нового? Ну, собственно, она включает подробный вывод теории по ЕМ-алгоритму и подробное пояснение обозначений. Мы все это еще раз разберем в начале следующего семинара, и на записи следующего семинара это будет. Вот. Ну а этот семинар я бы хотел провести как раз по обновленной версии ноутбука. Давайте начнем. Вспомним сначала постановку задачи. Как и на предыдущих семинарах, наша цель следующая. Мы хотим максимизировать логарифт функции правдоподобия, чтобы найти оценку вектора неизвестных параметров θ. Однако иногда возникают ситуации, когда логарифт в правдоподобии максимизировать не очень приятно. Ну, например, когда он включает в себя суммы под логарифмами. Тогда производные брать не очень удобно. Чтобы облегчить жизнь максимизатору, придумали ЕМ-алгоритм. Значит, в чем его основная идея? Давайте введем латентные или скрытые переменные z и будем поочередно выполнять ЕМ-шаги до сходимости, чтобы найти оценку вектора параметров θ с крышкой. Давайте рассмотрим ЕМ-алгоритм в общем виде. Значит, Борис Борисович выписывал его на лекции. Первый шаг у нас шаг к инициализации. Мы задаем начальные условия на наш вектор параметров θ. Затем Е-шаг удобно разделить на два подшага. На Е1-шаге мы ищем условное распределение латентных переменных z при условии выборки и заданного вектора параметров θ. На Е2-шаге мы строим функцию q следующим образом. Как мотожидание по условному распределению латентных переменных от логарифма совместного правдоподобия. А на М-шаге мы максимизируем эту функцию по θ. И затем повторяем ЕМ-шаги до сходимости. Ниже я привел подробное пояснение, почему ЕМ-алгоритм работает именно так. То есть почему здесь нужно брать именно такое распределение. Почему функция q задается именно в таком виде. И как этот вид выглядит на практике. Но еще раз я бы хотел оставить это на следующий семинар. А на этом семинаре рассмотреть практическую реализацию ЕМ-алгоритма. Давайте просто поверим, что ЕМ-алгоритм реализуется так. И давайте посмотрим, как реализовать его в коде. Так, видеть же обозначения, они тоже остаются на следующий семинар. Ну давайте. Борис Борисович на лекции рассказал задачу о кластеризации. Или о разделении смеси распределений. Это такая классическая задача, которая решается при помощи ЕМ-алгоритма. Давайте импортируем необходимые библиотеки и рассмотрим пример. Пусть в нашей выборке есть наблюдение из двух кластеров. В первом кластере наблюдение из нормального распределения с мотожиданием 0 и дисперсией 1. А во втором кластере наблюдение из нормального распределения с мотожиданием 4 и дисперсией 0.25. Да, ну вот на картинке можно это увидеть. Мы знаем, что в нашей выборке распределение из двух кластеров, но мы не знаем параметры этих распределений, то есть соответствующие мотожидания и дисперсии. И не знаем вероятности того, что наблюдение относится к конкретному кластеру. И соответственно ЕМ-алгоритм, мы используем ЕМ-алгоритм, чтобы оценить вот эти пять параметров, соответствующие мотожидания, соответствующие дисперсии и вероятность того, что наблюдение относится к конкретному кластеру. Борис Борисович на лекции предлагал выборку из вот таких наблюдений. Мы в конце смотрим еще на выборки случайных наблюдений. Значит, здесь описана постановка задачи, которую я сказал. У нас еще раз два кластера. В первом кластере наблюдения берутся из нормального распределения с параметрами μ1, σ1 в квадрате. Во втором из нормального с параметрами μ2, σ2 в квадрате. Будем предполагать, что все наблюдения независимы. И что вероятность того, что наблюдение относится к первому кластеру, это P1. Мы запишем вероятность P1 в терминах Z чуть ниже. Так, давайте определим вектор параметров θ. Значит, что такое θ? Как мы его определим? Ну вот на лекции Борис Борисович говорил, что можно использовать эвристику, которая может неплохо работать. Да, но в принципе здесь можно задать какие-то случайные числа. Так, Борис Борисович предлагал на лекции брать следующую эвристику. Мат ожидания 1 определить как минимум по нашей выборке, σ определить как разницу максимального значения и минимального значения по нашей выборке, поделенную пополам. В качестве 2 взять максимальное значение по нашей выборке, в качестве 2, σ взять то же значение, что и для σ1, и в качестве вероятности того, что наблюдение относится к первому кластеру, взять 1, 2. Почему это сделать логично? Потому что, ну вот, например, рассмотрим картинку, которая сверху. В принципе, разумно взять в качестве мат ожидания число, которое лежит левее, в качестве мат ожидания второго кластера взять число, которое лежит правее, в качестве дисперсии, ну, грубо говоря, усредненный разброс, ну и в качестве вероятности 1, 2, как такое неплохое приближение. Хорошо. Теперь определим латентные переменные для данной задачи. Значит, успех EM-алгоритма как раз зависит от того, как мы введем латентные переменные. Да, то есть одно из объяснений, почему EM-алгоритм хорошо работает, ну, потому что мы так подобрали латентные переменные, что нам удобно максимизировать функцию q. Ну, вот для классической задачи разделения смеси распределений z можно взять как номера кластера, да, то есть z может быть либо 1, либо 2, в зависимости от того, к какому кластеру относится наблюдение. Также вспомним, что мы ввели вероятность p1, это вероятность того, что наблюдение относится к первому кластеру. Да, в терминах z это вероятность того, что z равно 1. Ну, логично, да, вероятность того, что наблюдение относится к первому кластеру, это вероятность того, что z равно 1. Безусловная вероятность. Хорошо. Давайте приступим к выполнению шагов EM-алгоритма. Сначала выполним один шаг EM-алгоритма аккуратно, подробно его разбирая. Затем запустим цикл и реализуем общую версию EM-алгоритма. Смотрите. Нам нужно найти условное распределение латентных переменных. Правильно? По схеме EM-алгоритма. Что это означает? Что такое условное распределение наших переменных при условии выборки? По сути, это массив размера количества наблюдений на количество значений z. Нет. Соответственно, в данном случае это будет массив 8 на z1, z2, то есть на 2. Каждый столбец этого массива будет соответствующей вероятностью отнести данное наблюдение к либо первому, либо ко второму кластеру. Но понятно, что так как у нас кластеров всего 2, то вероятности, которые будут в первом столбце, достаточно считать вероятности, которые будут в первом столбце. Потому что вероятности из второго столбца будут определяться однозначно, как 1 минус вероятность из первого столбца. Поэтому нам достаточно найти распределение, вероятность того, что zi равно 1 при условии нашей выборки и заданного вектора параметров. Как мы это будем делать? Ну, давайте воспользуемся формулой условной вероятности, которую я записал здесь в общем виде. Формула условной вероятности. Это вероятность пересечения делить на вероятность условия. Для нашего примера. Что это такое? Ну, вероятность пересечения делить на вероятность условия. Здесь стоит поговорить про обозначения, которые я использую. Когда я тушу маленькую букву P, я имею в виду какое-то распределение. То есть, я пока не знаю, какое оно, но вот просто когда я говорю о каком-то распределении. В конкретных случаях маленькая P может принимать либо вид функции вероятности для дискретных переменных, либо вид функции плотности для непрерывных переменных. Заметим, что в данном случае, когда мы реализуем формулу условной вероятности для расчета вероятности того, что Z и Т равно единичке, у нас в знаменателе оказывается распределение X. X и того. Мы знаем, что X и Т к нам приходят из нормальных распределений. То есть, что X и Т у нас непрерывная, что абсолютно непрерывные случайные величины. Поэтому в данном случае в знаменателе маленькая P заменяется на функцию плотности. В числителе я пока оставляю маленькую P, потому что я не знаю конкретный вид вот этого распределения. Что такое Z и Т? Z и Т это дискретная переменная, X и Т это неврорывная переменная. Какой у них совместный вид распределения, ну пока мне непонятно. Но он мне в принципе и не нужен, потому что так как я Z и Т не наблюдаю, я все равно не смогу точно на основании выборки понять, что это... посчитать значение этой функции. Поэтому мне нужно перейти к тому, что я посчитать смогу. А что я посчитать смогу? Я могу посчитать только функции плотности X. Правильно? Потому что их я знаю, они нормальные. Поэтому я снова могу воспользоваться функцией условной вероятности, только записанной уже для X при условии Z. Вот я выше ее выписал. Да, смотрите. Совместная вероятность X и Z, это то, что стоит здесь в числителе, это с другой стороны вероятность X при условии Z, помноженная на вероятность Z. Ну давайте так и запишем, что совместная вероятность, это вероятность X при условии Z, помноженная на вероятность Z. Вот мы это здесь записали. Опять, вероятность X мы заменили на функцию плотности. Вероятность Z, что это такое? Выше мы определили ее как MP1. Да, вероятность того, что Z равно единичке, вот эта вероятность, это вероятность того, что Z равно единичке, она равно P1. Так мы определили выше. Отсюда мы получаем числитель нашего выражения. Что касается знаменателя, там мы могли бы просто переписать F от X и T при условии θ. Это ALT, но так как у нас наблюдения приходят из разных распределений, то давайте распишем F от X и T по формуле полной вероятности. Вот здесь я расписал плотность X и T по формуле полной вероятности. То есть я навешиваю условия и домножаю на вероятности соответствующих условий. Все. На данном шаге мы получили готовую формулу для расчета условного распределения латентных переменных. Потому что по этой формуле мы сможем найти вероятность того, что Z и T равно единичке, а вероятность того, что Z и T равно двойке определяется однозначно, как единица минус эта вероятность. Ну давайте попробуем рассчитать. Конкретно рассчитать столбец чисел условных вероятностей для нашей выборки. Здесь у нас присутствуют функции плотности X. Они у нас распределены нормально, поэтому давайте создадим функцию плотности нормального распределения. Понятное дело, что она зависит от X, μ и σ в квадрате. И что это такое? Это 1 делить на корень из 2π σ в квадрате умножить на экспоненту чего? Минус 1 второй умножить на 1 делить на σ в квадрате умножить на X минус μ в квадрате. Это просто функция плотности нормального распределения. Теперь давайте рассчитаем условное распределение латентной переменной по вот этой формуле. Что это такое получается? Значит я напишу vz первое равно. Ну смотрим. В числителе у нас стоит функция плотности X при условии того, что мы находимся в первом кластере. Раз мы находимся в первом кластере, то нам нужно в функцию плотности X вместо μ и σ в квадрате подставлять те μ и σ, которые у нас относятся к первому кластеру. Я напомню, что в векторе θ значения, которые относятся к первому кластеру, у нас стоят на индексах 0 и 1. Ну давайте так и напишем. Значит что это будет? Это будет F от X, X это наша выборка, там сверху определена, μ равное θ 0, σ в квадрате равное θ 1, помножить на P1. P1 в векторе θ стоит на индексе 4, под индексом 4, значит θ 4. Делить на, что у нас стоит в знаменателе. В знаменателе у нас стоит, во-первых, то же самое, что в числителе. Вот эту. Плюс 1-θ4 умножить на функцию плотности X при условии того, что мы находимся во втором кластере. Ну а во втором кластере у нас значения, соответственно, μ2 и σ2, они в векторе θ стоят на позициях 2 и 3. Ну давайте я просто скопирую и вставлю соответствующие позиции. Так, значит 2 и 3. Так, получилось посчитать без ошибок. Ну давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Ну вот, получился вектор условных вероятностей. Что это еще раз такое? Это вероятность того, условно вероятность того, что каждое наблюдение относится к первому кластеру. Соответственно, вероятность того, что наблюдение относится ко второму кластеру, условно, это единичка минус этот вектор. Минус каждое значение этого вектора. Заметим, что все вероятности у нас получились меньше единицы. Это хороший знак. Если бы вероятности получились больше единицы, то это бы означало, что мы что-то сделали неправильно. Так, наверное, хотя бы здесь мы делали все правильно. Так, давайте я проверю, что запись идет. Да, идет. Хорошо. Поехали дальше. Е2 шаг. Нам нужно построить вот такую функцию q. И давайте поверим, что для данной задачи функция q выглядит вот так. На следующем семинаре мы обсудим, почему это так. И там выше в обосновании шагов EM алгоритма указано, почему она выглядит именно так. Ну, по сути, что здесь происходит? Мы берем мат-ожидание от логарифма совместного правдоподобия. Как мы получаем логарифм совместного правдоподобия? Ну, снова по формуле условной вероятности. Мы это уже сделали вот здесь в числителе. Вот, мы берем логарифм от этого выражения в числителе. И вот он здесь стоит в скобках. Берем мы мат-ожидание по распределению, по условному распределению латентных переменных. Вот оно. То есть умножаем на соответствующие вероятности. Давайте поймем, что здесь может быть непонятно только вот эта сумма во всем и, она объясняется там выше. Но внутри стоит ровно то, что написано здесь. Это мат-ожидание по распределению латентных переменных, условному распределению латентных переменных от логарифма совместного правдоподобия. Хорошо. Ну, на E2 шаге мы ничего в коде делать не будем, потому что мы сдаем эту функцию Q теоретически. На M шаге мы должны вывести формулу для максимизации Q. То есть найти производной Q по мю 1, по мю 2, по сигма в квадрате 1, по сигма в квадрате 2 и по P1. Где у нас находятся в Q эти параметры? Ну, мю 1 и сигма 1 в квадрате находятся здесь. Мю 2 и сигма 2 в квадрате находятся здесь. Здесь, P1, вот они. Найдем производные этой функции по мю 1, мю 2 и так далее. Ну, здесь это уже выписано. Если вы аккуратно возьмете производные, приорвняете их к нулю и посчитаете, то получатся как раз вот такие выражения. Для мю 1, для мю 2, для сигма 1 в квадрате, для сигма 2 в квадрате и для P1. Давайте быстро прокомментируем их интуицию. Поэтому, действительно, если внимательно приклядеться, то мю 1, например, входит только вот сюда, в функцию плотности нормального распределения. Соответственно, оценка мю 1 будет очень похожа на оценку максимального правдоподобия для мю 1, только скорректированная вот на эту сумму вероятностей вот этих переменных. Ну, здесь это и написано. То есть, в оценке правдоподобия у нас стояла сумма хитых делить на n, ну, а здесь вот корректируется на вероятности латентных переменных. В мю 2, соответственно, ровно то же самое, просто P от затыта равна 1 меняется на P от затыта равна 2, а это то же самое, что 1 минус P от затыта равна 1. Так получается то же самое. Хорошо. Для сигм в квадрате у нас опять получается формула, очень похожая на оценку дисперсии для нормального распределения, только опять все корректируется на суммы вот этих вероятностей затыта. Тут в числителе, получается, нужно домножить и в знаменатель. Ну, для сигма в квадрате второй аналогично, только P от затыта равно 1 заменится на 1 минус P от затыта равна 1. Так, что касается вероятности попасть в первый кластер, да, ну, здесь получается довольно логичное выражение, и можно вообще не максимизировать, а действительно, когда мы говорим о правдоподобии, только такой логичный результат и скорее может получиться. Это просто средняя вероятность того, что латентная переменная принимает значение единочки. нам, то есть доля. Ну, в качестве оценки вероятности весьма разумно взять действительно долю. Хорошо, но давайте реализуем формулы, которые мы используем на m-шаге. Значит, это сумма для μ1. Что это такое? Это сумма по всем значит, P от Z1 умножить на x и поделить на сумму по P от Z1. Что такое μ2? Это то же самое, что μ1, просто P от Z1 заменено на 1 минус P от Z1. И тут минечка минус это. Так, что такое сигма в квадрате первое? Давайте посмотрим на формулу. Ага, вот она тут есть. Это сумма по x минус μ1. Я могу здесь написать μ1, который у меня уже посчитан. Могу написать соответствующее значение из вектора Т. В принципе, на сходимость это не должно сильно влиять. Так, возвожу это в квадрат, домножаю на P Z1 и делю на сумму P Z1. Соответственно, σ2 вторая я заменяю μ1 на μ2, а P заменяю на 1 минус P. Ну и здесь так же делаю. Ну и для новой P1 я пишу сумму Z2 делить на n. Так, у нас какая-то ошибка. А, ну правильно. Потому что мы здесь, конечно, должны написать делить на nx. Хорошо. Давайте соберем это все в вектор параметров teta new. tnp ray от μ1 σ 2,1 μ2 σ 2,2 и P1. Так, давайте теперь сравним значение teta, которое у нас было изначально, вот такое у нас было, и после первого шага em-алгоритма. Оно у нас получается вот такое. Ну, какие-то изменения произошли, это хорошо. Значит, вероятно, em-алгоритм по крайней мере что-то делает. Заметим, что вероятность принадлежности к первому классу у нас обновилась, но все еще меньше единицы, это тоже хороший знак, потому что иначе что-то пошло не так, и нам нужно что-то исправить. Ну и вот. Дальше em-саги мы должны выполнять до сходимости. Как нам сдать сходимость? Ну, так как мы максимизируем значение q, то давайте проверять проверять что? Проверять обозначить сходимостью ту ситуацию, когда значение q на соответствующей итерации меняется не сильно. Если оно меняется не сильно, то, наверное, мы сошлись к максимуму. Да. Тут важно добавить какое-то условие остановки, потому что если мы его не добавим, то у нас может вероятность уйти к единичке и затем все улетит в бесконечность и у нас будут одни намы. Поэтому важно добавить какое-то условие остановки. Вы можете поэкспериментировать, потом убрать из em-алгоритма, который мы сейчас напишем, условие остановки и посмотреть, что будет. Значит, для того, чтобы определить q, нам что нужно? Я напомню, что q остается вот так. Вот оно. Нам нужны логарифмы нормального распределения и в принципе все. Нам давайте определим логарифм функции плотности для x ln f от x ну и sigma в квадрате. Что это такое? Ну это минус 1 вторая на логарифм от 2 умножить на π умножить на sigma в квадрате минус 1 вторая на x минус в квадрате делить на sigma в квадрате. Верно. Давайте посмотрим под корнем. Да, вроде все хорошо. Да, хорошо. Давайте перепределим q. Что мы будем передавать в q? Мы будем передавать туда x θ и наш вектор с распределением патентных переменных. В q у нас что содержится? У нас содержатся вот эти скобки домноженные на соответствующие вероятности. Затем все это дело суммируется. Давайте зададим сначала скобки. Значит l1 это будет первая квадратная скобка. это что такое? Это логарифм нормального распределения функция плотности нормального распределения с параметрами из первого кластера плюс логарифм от чего? От p1. А p1 у нас хранится векторе t на позиции 4. l2 это то же самое только для второго кластера. Во втором кластере у нас значение параметров для второго тета стоят на позициях 2 и 3 и здесь соответственно логариф считается от 1 минус p1. Ну и возвращаем мы что? Мы возвращаем сумму по всем i от чего? От pz1 помноженное на l1 плюс 1 минус pz1 помноженную на l2. хорошо ну все теперь мы готовы задать ем алгоритм что мы туда будем передавать мы будем передавать туда нашу выборку и вектор параметров тета начальное приближение давайте зададим некоторое q history и дальше запустим цикл скажем на тысячу шагов значит сначала мы делаем e-шаг что мы делаем на e-шаге давайте вернемся к тому что мы там писали на e-шаге в коде у нас на e1 шаге рассчитывается распределение латентных переменных давайте я его просто перенесу вот оно на e2 шаге у нас ничего в коде не делается мы просто выписали функцию на e-шаге мы по формулам обновляем значение наших параметров ну давайте я это скопирую ну и делаем вектор teta new так хорошо дальше значит это у нас m-шаг ну и дальше мы говорим что teta равно teta new и все и дальше продолжаем до сходимости давайте будем рассчитывать условия на q после e-шага давайте сначала его запишем а потом я прокомментирую значит вот здесь мы будем добавлять что будем добавлять мы будем добавлять расчет q от чего что мы должны передать от x от teta и от pz1 и дальше если если у нас значение очередное значение q минус предыдущее значение q давайте мы возведем эту разность в квадрат то есть если квадрат разности меньше чем какое-то маленькое число например вот такое то мы останавливаемся и говорим что мы сошлись в противном случае продолжаем сходиться значит вот тут важный момент то место где мы рассчитываем q важно для объяснения динамики q потому что если мы q рассчитывали и проверяли условия на остановку где-то в другом месте то динамика q у нас была бы другой это будет темой вашего домашнего задания вам там предстоит это следующее домашнее задание вот второе там вам предстоит посмотреть как меняется динамика q в зависимости от того в каком месте кодовой реализации мы его рассчитываем и теоретически объяснить наблюдаемую зависимость так ну давайте попробуем посмотреть работает ли наш EAM алгоритм а да мы ничего не вернули давайте вернем здесь что мы будем возвращать давайте возвращать кортеж из вектора параметров который мы оценили ну и историю хорошо давайте запустим значит тета и q это E от x тета все выполнилось без ошибок это хорошо давайте посмотрим ой зря я тут эти степени написал но не страшно значит тета у нас получилось вот такой q у нас получился вот такой заметим что динамика q у нас не монотонна да то есть он сначала возрастает а потому что в какой-то момент начинает убывать тут подсказка сразу к домашнему заданию если бы мы рассчитали q в другом месте то динамика q была бы монотонна и теоретически есть теоремы которые доказывают это вот ну мы получили какие-то оценки для тета мы не знаем насколько они верны потому что там было случайно просто какой-то набор чисел вот мы не можем сказать давайте проверим на случайных данных что ем алгоритм действительно работает так давайте мы возьмем смесь из нормального распределения с параметрами 0.1 и из нормального распределения с параметрами какими ну давайте 4.0.5 так давайте создадим нашу выборку перемешаем чтобы все было честно так вроде все ну и давайте изначальное приближение зададим по эбристике Бориса Борисовича вы дома можете попробовать какие-нибудь другие параметры так хорошо значит давайте попробуем запустить ем алгоритм так давайте только по-другому его назовем вот так так что это такое это ем от x и это хорошо давайте посмотрим на оценки ну давайте смотреть ну вроде как все хорошо но не очень да у нас получается что мю 1 ну где-то около нуля но не совсем ноль мю сигма 1 около единички но не совсем мю 2 около четверки но не совсем мю сигма 2 совсем плохо она достаточно далеко от 0.5 ну и вероятность того что мы относимся к почему к первому кластеру 0.5 давайте убедимся что она действительно 0.5 ну или в любом случае близка к 0.5 ну да распределение фактически не смешиваются поэтому логично что здесь получилось около 0.5 ну давайте посмотрим на динамику ку ага здесь она монотонная в отличие от того как у нас получилось в предыдущем пункте но опять же почему это так вам предстоит узнать в домашней работе так что можно сказать про общую корректность и алгоритма ну в принципе он сработал но как мы видим не везде достаточно хорошо чем это может быть вызвано ну может быть у нас какой-то плохой критерий для сходимости может быть мы взяли плохое начальное приближение нам может быть у нас слишком маленькая выборка то есть здесь нужно попробовать запустить с другими начальными параметрами ну и затем там не знаю можно пробовать усреднить оценки которые будут получаться вот но в целом даже вот с каким-то таким начальным приближением с одним прогоном ем-алгоритма у нас получились оценки достаточно близки к тому что было в реальности вот так на этом мы наш семинар заканчиваем спасибо большое за внимание